МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Теренопенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Пруд Боровой или тропа здоровья? Стартовало голосование по выбору территории для благоустройства. Штраф до 30 тысяч. Пожароопасный сезон открыт в регионе. Саров-трейл. Забег по заповедным тропам нашего города пройдет 7 мая. Далее расскажем обо всем подробно. Саровчане вновь могут выбрать территорию для благоустройства. С 15 апреля стартовало голосование по проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Этот проект существует уже 5 лет. За это время сотни парков, скверов и других общественных пространств преобразились. На месте бывших пустырей играют дети и гуляют в любвленной парочке. Как повлиять своим голосом на создание красивых и комфортных пространств вокруг нас, расскажем в следующем репортаже. Создать современную среду для жизни, преобразить города и поселки, сохранив при этом их неповторимое лицо и историческое наследие. Региональный проект формирования комфортной городской среды существует несколько лет. За это время реализовали множество объектов в разных городах. В Сарове, например, в рамках ФКГС в прошлом году сделали первую очередь реконструкции сквера за зданием администрации. Скоро стартуют работы второй очереди. В этом году горожанам вновь предлагают выбрать территорию, которую будут благоустраивать. Чтобы город Саров продолжал участвовать в федеральном проекте, мы должны обеспечить надлежащее голосование по отбору общественных пространств в рамках проекта ФКГС, как мы говорим. У нас в этом году две территории – это Тропа здоровья и Пруд Боровое. Поэтому мы надеемся, что наши горожане определятся с выбором. После того, как будет известна территория «Победитель», пройдет общественное обсуждение ее благоустройства. Уже потом специалисты приступят к проектированию. Но и предварительная концепция того, что хотелось бы увидеть в этих местах, уже есть. Например, благоустройство Борового предполагает создание фонтана в центре водоема, зон пикников, спортивных и детских площадок. На Тропе здоровья в первую очередь предлагают заменить асфальтовое покрытие. Потому что на некоторых участках оно вообще практически разрушено. Для того, чтобы замкнуть кольцо, чтобы вот эта дорожка стала в том виде, который удобно для нашим горожанам, и в том числе появилась возможность ее очистки надлежащим образом. Это устройство различного вида тренажеров для занятий массовым спортом. Это предусматривается в том числе и обустройство детских игровых комплексов. Так как рядом находится экологический троп, на Тропе здоровья хотят установить информационное табло и видовые площадки. Проголосовать за одну из предложенных территорий можно на сайте fkgs.golosza.ru. Для этого понадобится аккаунт госуслуг или подтверждение номера телефона через СМС или звонок. Отдать свой голос можно до конца мая. Итоги будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы на выбранной территории начнут в 2024 году. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Особый противопожарный режим ввели в Нижегородской области. Пожарные службы переведены на усиленный режим работы. Сотрудники лесопожарных станций дежурят круглосуточно. Леса активно патрулируются в воздухе и на суше. Средства пожаротушения полностью готовы к использованию. Региональный Минлесхоз призывает соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, чтобы не допустить возникновения ЧАЭС. В противном случае нарушитель обязан оплатить штраф. Для физических лиц он составляет до 30 тысяч рублей, для должностных до 50 тысяч, а для юридических вплоть до 400 тысяч рублей. За уничтожение или повреждение лесных насаждений из-за неаккуратного обращения с огнем грозит уголовная ответственность. Новая книга о нашем городе «Саровская пустынь. Два века. История и культуры» вышла в свет. Ее автор Марина Клемкова – известный краевед и искусствовед из Тамбова. В основе документы Тамбовского и Саранского архивов. В качестве иллюстрации использованы дореволюционные открытки с видами Сарова, Дивеева, Тамбова из частных коллекций. Издание для лиц старше 16 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Два гуманитарных склада для сбора помощи участникам СВО продолжают работу в Сарове. Бойцам можно передать газовые баллоны, горелки, налобные фонарики, зажигалки и охотничьи спички, пластыри, нижние термобелье, лекарства, репелленты, маскировочные сети, генераторы. Пункты приема гуманитарной помощи расположены на Пушкино 24А в волонтерском центре «Радость моя» и на Шверника 11 в Центре социального обслуживания пожилых и инвалидов. 25 апреля вновь пройдет выездная вакцинация против COVID-19. Мобильная бригада будет дежурить с 12 до 14.00 рядом с торговым центром «Плаза» на улице Московской. 27 апреля привиться можно с 12 до 14 часов перед бывшим универмагом юбилейной на проспекте Ленина. Горожане могут вакцинироваться и ревакцинироваться препаратом «Спутник Ви». С собой необходимо взять паспорт и полис УМС. Диктант победы пройдет в России более чем в 40 странах мира. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов. 20 по общей военно-исторической тематике, 5 по региональной. Мероприятие позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Акция впервые прошла в 2019 году. Участникам тогда предложили 20 заданий в форме тестов, а победителям вручили памятные призы. В этом году диктант состоится 27 апреля в России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. На портале можно найти адреса площадок, где можно будет написать диктант в Сарове. Быть родителем непросто. Форум для семей пройдет в Молодежном центре в субботу 22 апреля с 11 до 14 часов. Саровчан ждут встречи со специалистами, которые помогут разобраться в вопросах здоровья, обучения и воспитания вашего ребенка. В течение форума для ваших деток будет работать игровая комната. Телефон для справок 99112 без возрастных ограничений. 15 лагерей на базах школ будут работать в Сарове с 29 мая по 12 июня. Отдохнуть в них смогут более 1200 детей. Кроме того, 60 ребят за лето примет Центры социальной помощи семье и детям. Какие еще возможности для отдыха детям дает город, расскажем далее. Три загородных лагеря – Березка, Лесная поляна и Гайдар – этим летом примут более 2500 человек. В них будет по три смены. Плюс в Березке пройдет молодежная профильная смена лидерского направления для ребят от 14 лет до 21 года. Досуг для юных саровчан организуют и в городе. Центр внешкольной работы и молодежный центр вновь откроет запись на летние краткосрочные образовательные программы. Ориентировочно они охватят 850 детей. Ребята будут заняты различной деятельностью. Это и творчество, это и фитнес, атлетическая гимнастика. Будет организовано множество конкурсов, фекторин, квестов. Узнать подробности можно по телефону Центра внешкольной работы 98103 и Молодежного центра 99118. В спортивных школах города около 1500 юных спортсменов пройдут учебно-тренировочные сборы по различным видам спорта. Для всех желающих в микрорайонах города будут работать площадки в рамках реализации областного проекта «Дворовая практика». Дети и подростки смогут поучаствовать в конкурсах, квестах, интерактивных играх, акциях и мастер-классах, соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу и регби. А уже с середины апреля стартует региональный проект «Спорт в каждый двор». На открытых спортивных площадках, расположенных в скейт-парке спортивной школы «Икар», возле молодежного центра, возле домов на улице Казамазова 10, Павлика Морозова 14, Раменская 13, корпус 1, по утвержденному графику инструкторы по физической культуре и спорту будут организовывать проведение физкультурно-спортивной работы. Всем желающим инструкторы будут рассказывать, как выполнять на тренажерах различные упражнения без вреда для здоровья. Кроме того, запланируют активности во Дворце детского творчества, станции юных техников, станции юных натуралистов и в городских парках, отдыхах, музеях, библиотеках. Еще одно большое направление – санаторное оздоровление детей. Предусмотрена компенсация части расходов по приобретению путевки в санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия, расположенный на всей территории Российской Федерации, для детей от 4 до 15 лет включительно. Размер компенсации составляет от 12 800 рублей до 14 700 рублей, в зависимости от количества дней пребывания, от 21 до 24 календарных дней. Количество средств компенсации ограничено, очередность получателей определяется по дате подачи заявления. У саровчан есть возможность попасть в Артек или Лазурный. Для этого необходимо пройти конкурсный отбор. По всем вопросам, связанным с организацией летнего отдыха детей, обращайтесь в Департамент по делам молодежи и спорта по телефону 9 90 62. Саров трейл. Забег по заповедным тропам нашего города пройдет 7 мая. Принять в нем участие могут и дети, и взрослые. На выбор три дистанции 5, 10 и 20 километров. Подробности далее. Проверить выносливость, крепость мышц и силу воли. 7 мая все любители бега нашего города вновь смогут принять участие в забеге по пересеченной местности Саров трейл. На выбор спортсменов три дистанции 5, 10 и 20 километров. Все они проходят по живописной местности. На длинных дистанциях для участников будут организованы питательные пункты, где можно будет подкрепиться. Все дистанции проходят вдоль реки Сатис. И дальше дистанции, которые 10 и 20 километров, уходят туда в сторону Бакалашихи, Серебряных Ключей и Союзу. То есть захватываем лесной участок, живописный достаточно. И возвращаемся обратно здесь на лыжную базу. Старт и финиш дистанции всех будет здесь у нас на лыжной базе. В прошлом году в Саров трейл участвовало около сотни саровчан. Причем большинство заявились на самую длинную дистанцию. Сейчас многие спортсмены уже начали подготовку к забегу этого года. Заявки уже присылают. Большинство опять хочет пробежать 20 километров. К забегу готовится и Максим Лобачев. В прошлом году молодой человек уже принимал участие в соревнованиях. Пробежал 20 километров. Ставил себе цель выбежать за 1 час 50 минут. Преодолел дистанцию за 1 час 46 минут. Погода нас немножко так, скажем, обрадовала. В плохом смысле этого слова был дождик. То есть мы побежали, был дождь, потом был снег, потом даже град я почувствовал. Сложно было на самом деле. Но тем не менее в процессе бега, то есть как бы открыло второе дыхание и только положительные эмоции. И я даже побегал по таким местам, в которых являюсь хоть и родился здесь, но в этих местах я даже не был. Помимо привлечения горожан к занятиям спортом, организаторы ставят себе целью показать, какая прекрасная природа в нашем городе и как важно ее беречь. Как рассказал Петр, при подготовке дистанции видно, как много мусора люди оставляют в лесу. Сначала спортсмены убирают его, потом размечают трассы, а через день-два снимают свою разметку, оставляя после себя чистоту. Большая просьба к горожанам. 6-7 числа будет размечена дистанция, вот в тех местах, где я сказал. Большая просьба, не убирайте, пожалуйста, ленточки. Мы сами все соберем после того, как участники пробегут. Потому что если вы убрали разметку с какой-то части дистанции, участники просто могут заблудиться и убежать не туда. Заявки на участие в забеге принимают до 5 мая. Форма есть в группе «Саров Трейл-2023» ВКонтакте. Всем спортсменам также необходимо предоставить медицинскую справку. Победитель на трех дистанциях получит призы. Кроме того, всем участникам вручат памятные медали. Мы приглашаем всех участников, всех горожан бросить вызов самому себе и преодолеть наши дистанции, которые действительно трудные, но очень интересные. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недуга. В десятке сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 20 по 23 апреля там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий, липовый или кремовый, донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не кодский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать. А главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя. И попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового меда за тысячу двести рублей. Три килограмма гречишного за полторы тысячи. А три килограмма липового стоит всего тысячу восемьсот рублей. Не пропустите! «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 20 по 23 апреля с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.